Нам также нужно здраво и прагматично оценивать собственные перспективы. Задача номер один – обеспечить преемственность. Не будет преемственности, будем по-бандитски ломать, а потом заново строить. Это просто глупость, это невозможно. У нас нет на это финансовых ресурсов, чтобы сломать до основания, а потом снова начинать строить. Поэтому давайте вместе подумаем, как сделать научную стезю для наших молодых людей более привлекательной. И хотя сегодня создано уже немало, у нас успешно работает программа «Университет 3.0». В этих целях развития инновационного предпринимательства функционируют технопарки. Для подготовки кадров в условиях реального производства создаются отрестливые лаборатории в промышленных холдингах и на предприятиях. Эту практику надо продолжать. Государство ежегодно выделяет по 100 стипендий президента, назначаются гранты. Надо будет больше, но только за результат. Но не менее, чем финансовое стимулирование, важен институт наставничества. Я всегда говорил ученым, вы только тогда станете великими, если после себя оставите десяток таких, как вы, которые продолжат то, что вы начали. Многие страны, ориентированно технологическое лидерство, имеют обученных специалистов, которые высматривают на международных олимпиадах, соревнованиях, талантливых юных математиков, химиков, программистов. Их тащат к себе. Если молодой человек побывал за границей, чему-то научился и вернулся на родину, привез этот багаж в страну, благодаря которой он получил не просто начальное знание, а фундамент в этой стране, он что-то привез, мы это будем приветствовать. Ключевая задача будущей пятилетки – развитие регионов, областных, районных, городов. Нужно создавать больше условий для работы ученых. Продолжение следует...